Всем привет, мои хорошие! С вами Ака Эмили, и сегодня я снимаю для вас очередное новое видео. Сегодня у нас креветки. Здесь целый килограмм, если вы мне не верите. Сегодня будет видео-кукинг, как я все это дело готовила, и не только готовила, как я ходила в супермаркет, выбирала креветки. В общем, сняла для вас такое вот видео. Надеюсь, что вам понравится. Тоже не знаю, с чего начать. Так, здесь голова. Они достаточно крупные, это королевские креветки, но почему-то мне кажется, что после того, как я их сварила, они как будто стали размером поменьше. Так, очищаем. Давно у меня уже есть идея, знаете, разбавлять вот эти мукбанки, еще и темой готовки. Так, с горем пополам очистила. Как это вкусно! Совсем забыла полить все это дело лимоном. Сделаем так. Так вкуснее. Решила уменьшить яркость на камере, потому что меня почти не видно. Так. Долго я ходила и искала эти креветочки. Хотела, ну, прям, самые крупные, но почему-то крупных нигде нет. Вот. Также купила два соуса. В этот раз это обычные соусы от Слобода. Я там вам блог снимала. Посмотрела я от Хайнс. Хайнс стоил дороже. И знаете, выбор вкусов был очень скудный. Также мне в комментариях писали, что Слобода намного вкуснее, поэтому я решила попробовать. Почему нет? Давно, кстати, не было у нас вопросов. Я просто рассказываю какие-то истории из жизни и даже совсем забыла про свою вот эту рубрику. Если вы хотите, что в следующем видео ваш вопрос прозвучал, то обязательно подписывайтесь на мой инстаграм. Ссылка будет в инфобоксе. В последнее время мне очень часто задают вопросы по поводу моих фотографий из инстаграма. То есть, как я обрабатываю, в какой программе. Да, в последнее время фотографии у меня более, знаете, качественные. Это не потому, что я их хорошо обрабатываю. Это потому, что я их фотографирую на свой новенький Canon. Раньше как бы я на телефон фотографировала все. Сейчас уже нет. Так, макаем в соус. Давайте сначала в сырный. Очень вкусно. Просто нереально вкусно. Сначала думаю пожарить, но сейчас думаю хорошо, что не пожарил. Вареные намного вкуснее. Вот так вот. Отходов, кстати, много остается. Также здесь, кстати, соус от Слободан. Соус называется Цезарь. Один в один. Вообще всегда смотрю в Ютубе, как люди это едят. Видела, что люди там смешивают майонез и кетчуп и делают какой-то такой соус. Потом добавляют горчицу. Я подумала, зачем заморачиваться, можно просто купить готовый. И все. И делов там. Следующий вопрос. На какие баллы ты сдавала ЕГЭ? Я в девятом классе сдавала ГИА. У меня не было ЕГЭ. Баллы не помню я, если честно. Я помню, что я математику очень хорошо сдала. Вообще всю жизнь я очень хорошо знала всегда математику. И даже в универ я поступила из-за математики. То есть у меня были максимальные баллы по математике. Я ненавидела всегда историю. У нас еще была такая неадекватная учительница по истории. Вообще у меня любовь к предмету появляется из-за учителя прежде всего. То есть если учитель может хорошо объяснять, может как-то расположить к себе. Я люблю этот предмет. Я еще любила физику. Тоже учительница была вообще классная. Английский всегда хромал у меня. Вообще с языками всегда мне трудно. Мне нужно живое общение на этом языке. Например, азапачанский. Я выучила, когда я уже переехала сюда. И как бы вынуждена была уже разговаривать. У меня просто не было другого варианта. Вот. Такой момент. Когда вы будете варить креветки. Я вам там в видео тоже говорю. Но еще раз скажу. Нельзя их варить долго. То есть 3 минуты. Вот максимум это 3 минуты. Если вы их оставите надолго вариться. Они превратятся в резину. Вот сейчас они очень-очень нежные. Такие, знаете, приятные. Это потому, что я их не переварила. Будьте аккуратны. Вот. Голова. Смотрите, какая голова. Глазки. До каких-то пор не любила морепродукты. До тех пор, пока не встретила с Кватиму. Теперь я люблю все. 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 Особенно мне нравится, когда вот так вот лимоном поливаешь. Вкусно. Вот так вот. Очищаем. В общем, я как бы люблю предметы из-за учителей. Математику я тоже полюбила, потому что была очень крутая учительница, к которой я ходила к репетитору. Репетитор, да, она была мой. Вот. И еще. Еще у нас в универе была очень крутая учительница по математике. Она, кстати, была русская. Вообще свойская. У меня даже элементарно, знаете, например, ходишь в салон, а демастер делает очень хорошо процедуру, например. Но она неприятный человек. Я увидела, как она за клиенткой, там, начала за ее спиной, там, что-то мне рассказывать и так далее. В следующий раз к ней не пойду. Вот просто не пойду. Я один раз ходила на лазер, и девушка такая, знаете, требовательная была. То есть она хотела, чтобы эту процедуру ей сделали хорошо. По идее, это ее право. Она платит за это деньги. И вот мастер-лазеролог, или как это правильно называется, я не знаю. Короче, девушка, которая делает лазер, после того, как она ушла, она начала ее обсирать при мне. Хотя меня она видит в первый раз, что вот, все ей не так, я ей сделала эту процедуру лучше, чем в любом другом месте. Если человек ей говорит, что где-то ты не доделала, наверное, человек показывает на эти минусы, где ты не доделала. Потом, как бы, я прошла процедуру, я поняла, что к этому человеку я больше никогда не пойду. То есть для меня какие-то человеческие качества, они намного важнее. Даже если человек не так хорошо делает процедуру, а просто с ним интересно поболтать, посидеть, я пойду именно к этому человеку. Следующий вопрос. Хотела бы вернуться в школу. Если честно, вообще нет. То есть, когда мы заканчивали школу, нам все учителя говорили, вот вы сейчас заканчиваете школу, пройдет время, вы будете так скучать по этим школьным временам, по этой партии и так далее. Но вы знаете, прошло уже очень много времени, и я могу сказать, что ничуть не скучаю и не хочу вернуться в школьные годы. Я не знаю, может, мои школьные годы прошли как-то не очень интересно. Может быть, я не настолько хорошо ладила со своими одноклассниками. Не то, что я с ними ругалась, просто у меня не было, знаете, таких близких отношений. Я дружила с одной девочкой, и все. Больше ни с кем. Со всеми, с другими одноклассниками у меня были хорошие отношения, но вот так вот, знаете. Привет, пока. Я все-таки была новенькая. Я пришла в этот класс, когда была в девятом классе. Нет, в десятом даже классе. И как-то, если честно, не влилась в коллектив, можем так сказать. Я не могу сказать, что я прям душа компании. То есть я лидер по натуре. Я такой, знаете, заводила. Вот нет, абсолютно это не про меня. Я такая тихоня, на самом деле. Нашла себе похожую на себя тихоню и дружила с ней. Коротко о моих школьных временах. Любимый фильм. Кстати, о фильмах. Я вчера была в кино. Я просто была немножечко в шоке. Вообще над Азербайджаном. То есть в Баку, в кинотеатре, ты можешь смотреть фильм либо на турецком языке, либо на английском, либо на русском. На любом языке, только не на азербайджанском. То есть там есть, конечно, варианты, где есть субтитры, например, на азербайджанском языке. Но это же жутко неудобно. Мы как-то незапланированно пошли. Там был фильм. Ну, короче, на турецком. Что-то там Ашк Салиндиор или какое-то такое название. Такой дурацкий фильм. Господи, вообще неинтересный на турецком языке. А еще в кинотеатр вышли Оно. Кто смотрел Оно? Просто в тот день, в то время, когда мы зашли в кинотеатр, этого фильма не было. Но я просто обожаю этот фильм. Я смотрела первую часть Оно. Сейчас вышла вторая часть. Обязательно надо пойти. Это нельзя пропустить. Сколько отходов, ребят? И в кинотеатре вообще никого не было. Сидело 6 человек, представляете? На весь огромный зал. Как мы додумались вообще пойти на такой дурацкий фильм? Я не знаю. Все. Макаем в соус. И кушаем. Такой вопрос. Умеешь ли ты водить машину? Я в прошлом видео вам говорила. Вообще не умею. Хочу научиться. Хочу получить права. Это зимой. Надеюсь, что это мне удастся. Очень классный вопрос. Девочка пишет. Привет. Айка, подскажи, пожалуйста, как перестать думать об одном человеке? Мне кажется, на эту тему вообще можно порассуждать. Все психологи говорят, что вот, просто заблокируй его, не думай о нем. И мы думаем, блин, какая же чушь. Вообще я поняла одну вещь, что человека можно забыть в течение, не знаю, месяца буквально. Как очень просто. Просто не заходите к нему в соцсети. Никоим образом. Удалите вот все фотографии, которые у вас есть. Фильм. Не общайтесь с людьми, которые вам напоминают о нем. И дальше. Что делаем дальше? Живем счастливую жизнь. Радуемся жизни. Ходим по ресторанам. Встречаемся с подругами. Показываем, что, знаете, не все равно на тебя. Вот так нужно делать. Учитесь. Потом он сам приползет. Все бывшие всегда возвращаются, запомните. Только нам становится это уже не нужно. Если ты хочешь забыть человека, то просто исключи его из своей жизни. Не надо заходить в WhatsApp и смотреть, когда он был последний раз в онлайне. Это тупая идея. Вы когда-нибудь ссорились с WhatsApp? Если сравнивать с WhatsApp, то можно сказать, что с WhatsApp мы ругаемся чаще. Но это происходит как бы очень быстро, спонтанно. И мы сразу-сразу прям меримся. Мы долго в ссоре не можем находиться. Я ее просто обожаю. Я не представляю своей жизни без нее. Здесь внизу остались креветочки. А, вот есть. Сколько же отходов, ребят? Половина прям на отход. Надо было брать очищенные. В супермаркете были и очищенные, и были вот такие. Я взяла не очищенные. Можно сказать, половина вот так вот на выброс просто уходит. Вот так вот. Я даже не наелась, ребят. Причем, знаете, упаковка с очищенными стоила не так уж дорого. А получается, я очень сильно проигрываю в цене. Встречались ли у тебя когда-нибудь подлые корыстные друзья? Этих людей невозможно назвать друзьями. У меня была такая ситуация. Я не знаю, вам рассказывала или нет. Если рассказывала, слушайте еще раз. В общем, девочка у меня один раз взяла в долг деньги. И я ей сказала, что мне в сентябре эти деньги будут нужны. Я ей дала, когда я ей дала. В общем, это был апрель, если я не ошибаюсь. То есть, я ей объяснила ситуацию. Были на это причины, что мне к сентябрю нужны были деньги. Вот. Она сказала, окей, да нет, говорит, я тебе в течение недели отдам. Сумма была немаленькая, так скажем. Речь шла о оплате среза в университете. Как вы знаете, в частных университетах очень дорого стоят срезы. И так получилось, что когда пришло время деньги отдавать, я стала самая плохая на свете. Что почему я захотела эти деньги обратно. Я ей сказала, что у тебя есть целое лето, ты можешь поработать и вернуть мне эти деньги. Она сказала, ой, не, зачем мне работать, мой парень отдаст. У нее был парень, который ей покупал телефоны, шмотки и так далее. Потом она поссорилась с парнем. И парень мне показал переписку, где она пишет парню, что вот, Айка тоже достала с этими деньгами. Постоянно мне о них напоминает. Я даже не знаю, что мне делать. Но я поняла, зачем она писала это все своему парню. Чтобы он ей дал денег. Но при чем здесь я? Зачем меня в таком плохом свете? Я же тебя выручила, как-никак. Мне стало очень неприятно. И после этого я перестала с ней общаться. Но она тоже, знаете, наверное, ей стыдно стала после этой ситуации. Прошло уже, наверное, года три, если не четыре. И мы даже с ней не виделись в течение этих трех-четырех лет. И даже, знаете, одно дело, ты давно не общаешься и вдруг ее встречаешь где-то. Господи, упала креветочка на пол. Я даже не наелась. Ну, что ж вы делаете, а? Ну, в общем, походу она переехала. Я ее не встречала нигде после этой ситуации вообще. Знаете, если была сумма, не знаю, 5000 рублей, 6000 рублей, я бы сказала, да. Когда сумма уже большая, вот. И тем более я уже сказала, что в сентябре мне на учебу нужны будут деньги. Ну, а такая неприятная ситуация была. Вообще, я считаю, что деньги нужно в долг давать доверенным людям. Чтобы потом, завтра вы с ними не поругались. Я вообще стараюсь никогда ни у кого не брать деньги в долг. Лучше уже даже в банке кредит взять, чем у кого-то. Потому что в банке ты знаешь, что в конце месяца тебе обязательно нужно отдать эту сумму. А когда ты у кого-то берешь, ты думаешь, а ничего, еще подождет пару месяцев, еще подождет. А это не очень правильно. Вообще, что касается, если денег, да. Мои подруги, одна знакомая наша взяла деньги в долг, вроде небольшую сумму, знаете, 5000, да, всего. Я смотрю она в инстаграме, то в этом ресторане, то в другом ресторане, то в новом прикиде, то еще что-то. А деньги возвращать, например, не хочет. Мне бы было стыдно, если честно. Если бы у кого-то взяла бы деньги в долг, мне было бы стыдно ходить по ресторанам и не отдавать. Но люди разные, и не всем можно доверять. Креветочка. Иди сюда. Какая музыка сейчас у тебя играет в голове? Последние три дня я постоянно слушаю новую песню Миши Марвина «Только ты». Такая классная песня, если вы не слышали, обязательно послушайте. Прям эта песня делает мое настроение. Замучилась их чистить. Все. Как вы видите, половина вообще ушла на отходы. Также сегодня вечером будет видео, как я все это готовлю, как я все это закупаю. Так что обязательно ждите. Правда, видео получилось очень короткое. Ну, где-то, наверное, на 4-5 минут. Но все же. Если вам понравилось это видео, то ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем желаю удачного дня, приятного аппетита. С вами Лайка Эмири. Всем пока.